Что такое молодежная комиссия при правкоме ОРФИАЦ ВНЕФ? Что входит в ее задачи и как попасть в ее ряды? Об этом и многом другом поговорили с председателем комиссии по работе с молодежью при правкоме ОРФИАЦ ВНЕФ Светланой Чижиковой. Светлана, что такое молодежная комиссия, что входит в ее задачи и зачем она вообще нужна? На самом деле молодежная комиссия это достаточно новый проект, который появился у профсоюза в 2001 году. В 2001 году профсоюз столкнулся с тем, что надо растить будущее поколение и надо на что-то опираться. А на что можно опираться, если нет заинтересованной молодежи? И тогда в профсоюз РПРАЭП, который даже не наш, не здесь, а в НЕФ, а который у нас, скажем так, в Сия-Руси, встал вопрос о том, что надо заниматься вопросами молодежи. Если наша госкорпорация только несколько лет назад к этому вопросу обратилась, то профсоюз этим вопросом занимается уже длительное-длительное время, получается, по этой системе. И в 2003 году в РПРАЭП появляется своя молодежная комиссия. Чем занимается молодежная комиссия? Да почти что всем. То есть это, если мы говорим правильно, то мы говорим про комиссию по работе с молодежью правком РПРАЭП. То есть мы являемся частью самой профсоюзной организации, мы выполняем все задачи и миссии профсоюзной организации. Плюс к этому у нас есть еще свои такие задачи интересные, необычные. Например, это адаптация и вовлеченность молодежи в жизнь и в работу РПРАЭП Снеев. Ведь когда приходит молодой сотрудник, ему нужно куда-то обратиться с кем-то, переговорить, посмотреть, да даже просто почувствовать себя здесь родным и близким, потому что очень многие наши ребята приезжают из других городов. Как организовать эту адаптацию и вовлеченность? Мы все прекрасно с вами знаем, что молодежная комиссия занимается мероприятиями, праздниками, какими-то вечерами, мероприятиями по интересам, проектной деятельностью и многим другим. Это не все, чем занимается молодежная комиссия, потому что на самом деле есть еще пласт работы огромнейший. Это информационная работа, это взаимодействие с различными структурами, это работа по именно документационной работе, то есть где мы взаимодействуем и с колдоговорной комиссией, и взаимодействуем со многими другими комиссиями. На самом деле молодежка это очень большой и обширный пласт работы, который затрагивает не только молодежь. Ведь молодежь взаимодействует и с ветеранами, и с нашими медиками, не медиками, с кем угодно. То есть есть такое направление, как, наверное, дать человеку почувствовать себя здесь своим. И когда он только пришел и вступил в профсоюз, дать ему вот эту опору и какой-то толчок в будущее, чтобы он смог двигаться дальше. Молодежная комиссия это общественная нагрузка, я так понимаю? Да, молодежная комиссия это абсолютно общественная нагрузка, то есть ребята за это не получают ни зарплату, и выполняют они ее исключительно в нерабочее время, после работы, в выходные дни. Это интересно, и есть люди, мне кажется, вот я всякую эту шутку рассказываю, что найдут обязательно гены активных людей, потому что на самом деле бывают люди, которым просто скучно сидеть на месте, и им очень хочется двигаться куда-то вперед, и никто не может объяснить почему, потому что им за это не платят, но им хочется сделать эту жизнь лучше для себя, для других окружающих. И вот именно такие ребята это и есть молодежная комиссия. А молодежная комиссия это кто? Основной костяк какой-то есть, я так понимаю. Состав молодежной комиссии у нас не менялся в течение пяти лет. Мы все пять лет отработали в едином составе, это 15 человек. Это представители разных подразделений нашего в НЕФа. Это ребята, которые за эти годы, я считаю, что прошли очень хорошее обучение, потому что, помимо того, что это работа, это еще и школа жизни, шикарная школа жизни, которая учит и умению общаться, и умению организовывать, и умению регулировать свое время, и умению публичных выступлений, все что угодно. То есть это действительно тот самый, да, они отдают себя, но взамен они получают и опыт, и знания, и какие-то отношения, связи, которые получаются во время работы в молодежной комиссии. И, конечно же, они получают друзей, семью, и просто быть в молодежной комиссии, на мой взгляд, это очень престижно. И, на самом деле, это тот самый круг людей, которые, как у нас говорит одна из предыдущих представителей молодежной комиссии, Екатерина Газицына, мы избавлены общением с хорошими людьми. А есть ли шанс у сотрудников НЕФ членов профсоюза попасть в ряды молодежной комиссии? Вот сейчас самый актуальный момент, когда есть хороший шанс, потому что, на самом деле, есть такой, ну, сейчас вот пять лет заканчивается, у нас будет перевыборная кампания, и сейчас как раз формируется новый состав молодежной комиссии. То есть как он формируется, это не значит, что пойдемте кто-нибудь, да, это давайте. На самом деле люди выбираются, люди осматриваются, люди как бы смотрятся в работе. То есть сейчас мероприятие как раз уже проходит с привлечением нового состава молодежной комиссии. И если человек очень хочет быть членом молодежной комиссии, придите, заявитесь. У нас такие случаи были, когда просто приходили ребята и говорили, я только приехал в город, или я там уже живу в городе, я уже понял, что я вот этого хочу, я могу вот это, вот это, я хочу вот это, вот это. Мы рады таким инициативам. И я хочу сказать, что вот сейчас в профсоюз пришел работать Евгений Осетров, вот именно так он к нам пришел, когда только приехал из Сибири. Он пришел именно с этим призывом, что я хочу быть членом молодежной комиссии. Пожалуйста, он стал не просто членом, он пять лет был зам председателя, и вот мы надеемся, что со следующего года станет председателем. Нужно иметь какой-то, грубо говоря, проект, который предлагаешь на суд жюри, чтобы тебя отобрали в эту комиссию? Жюри нету, но, естественно, поговорить нужно. И, естественно, если у тебя есть идея, инициатива, ведь можно даже не быть членом молодежной комиссии, чтобы прийти со своим проектом и инициативой. На самом деле, вот в выходные прошел праздник поплавок, он так и получился у нас тоже, то есть он тоже был из проекта, совершенно спокойно, ребята на семинаре предложили проект, и вот получился мероприятие. Пять лет проводилось на территории, на базе, скажем так, молодежной комиссии ЛФИ, и в этом году мы забрали его в молодежную комиссию Федерального ядерного центра для того, чтобы проводить на новом уровне уже это мероприятие. Поэтому, если есть какая-то инициатива, мы всегда рады и всегда готовы помочь. Вы сказали, молодежная комиссия ЛФИ, то есть помимо общей такой главной ячейки, есть еще и по подразделению молодежной комиссии. Да, конечно, потому что при нашем количестве молодежи, а это более 6 тысяч, конечно же, естественно, 15 человек просто не смогут чисто физически. И почти в каждом крупном подразделении у нас есть молодежная комиссия. Есть более активная, есть более пассивная, но почти везде есть. В мелких у нас есть уполномоченные по работе с молодежью. На данный момент у нас порядка 20 молодежных комиссий в подразделениях, которые делают свои проекты, которые делают свои программы. Мы им всегда рады помочь, мы всегда с ними готовы взаимодействовать и, естественно, курировать их работу. Но они сами делают достаточно серьезные мероприятия и очень часто бывают не просто нам подмогой, но и где-то мы у них учимся. Предусмотрены ли какие-то льготы для участников молодежной комиссии? Привилегии? На самом деле, как мы уже сами говорили, это общественная работа, общественная нагрузка. И из всех привилегий это, наверное, просто участие в каждом мероприятии, но со стороны организатора. А это надо заметить совершенно другая история. То есть если человек собирается идти в молодежную комиссию, он должен понимать, что он идет не в веселительные мероприятия, что он идет не плюшки получать, что называется, а идет работать, работать очень серьезно. Это действительно труд достаточно тяжелый. Бывает так, что молодежка закрывает свои двери в 11 часов ночи, в 12 часов ночи, потому что это вне работы, это после работы. А, например, на подготовку осеннего марафона уходит несколько месяцев. То есть чтобы подготовить мероприятие, на которое приедет 160 работников молодых и поучаствовать в 16 командах, это множество этапов, их нужно разработать, подготовить. Весь инвентарь мы делаем в основном сами. То есть это и написание сценариев, это очень большой пласт работы. Поэтому из всех льгот и бонусов, наверное, это именно тот опыт и знания, который они получают в процессе работы. Но еще это безумно интересно. Это на самом деле безумно интересно. И я бывала и в качестве участника на мероприятиях, потому что я очень давно член профсоюза, и в свое время я только начинала, когда я была участницей мероприятий. Я даже не знаю, что интереснее – участвовать или организовывать. Давайте поговорим про мероприятия как раз-таки. Какие самые знаковые мероприятия проводит молодежная комиссия в течение года? Если называть наши мероприятия, они все знаковые. Это по определению, потому что мы не работаем с чем-то таким. То есть если что-то делается, то делается масштабно, громко, шумно и очень интересно. Но, наверное, можно сказать про мои любимые мероприятия. Здесь, наверное, это было бы более правильно. Мне, конечно же, в первую очередь это осенний марафон, в который я участвовала в первом осеннем марафоне как капитан команды. И там тогда приехало у нас пять команд. Это придумал второй состав молодежной комиссии, представитель Екатерина Косицына. И вот они тогда сделали это мероприятие. Приехало всего пять команд, которые в течение дня проходили какие-то конкурсы, этапы. То, что мы проходим сейчас, это совершенно другая история. Потому что сейчас осенний марафон, это уже минимум 16, не минимум, а максимум 16 команд. Просто больше мы уже не можем чисто физически. И это уже два серьезнейших этапа. То есть с начала дня это веселые старты, которые проходят по всем направлениям. Это обязательно тиры, обязательно большая эстафета, чаще всего байдарки, бассейн, все что угодно. И второй после обеда это веревочный курс, где команды уже проходят, команда образования, где самые интересные, самые необычные, самые странные конкурсы. То есть даже название этих конкурсов вызывает улыбку. Мы всегда пытаемся найти что-то новое, что-то интересное. И сейчас я не буду открывать тайны, но в этом году, даже с учетом того, что идет пандемия, и мы подбирали конкурсы так, чтобы было немучительно больно, если отменено само мероприятие, но даже при этом мы нашли очень много интересных, необычных, у нас, например, будет французская игра, не назову какая, но она будет действительно, это новое для нас, мы такое еще не проводили ни разу. То есть много всего нового. А как со стороны, как попасть в участники вот этого осеннего марафона? Все очень просто, вывешивается объявление, вывешивается объявление, если молодой человек до 35 лет член профсоюза, он просто подходит к своему председателю и говорит, я хочу участвовать. Все. Либо он сам формирует команду полностью, идет уже со списком команды, это тоже вариант возможен, либо, как у нас сейчас есть такой вариант, что как бы просто отзваниваются даже нам, там телефон, естественно, указан, и говорят, мы вот не попали в свою команду, но мы тут очень хотим, может, у нас кто-нибудь найдете, какой-нибудь команды. Такое тоже бывает, пристраиваем, находим. Чаще всего, ну, в связи с тем, что сейчас, я как уже сказала, это 160 человек, это немало, почти что все желающие находят себя вот на осенний марафон. Это спортивное мероприятие, которое проходит в Гайдаре, я так понимаю? Да, это выездное мероприятие с ночевкой, это мероприятие, которое действительно такое знаковое. Но помимо этого, мне вот, например, очень нравится мероприятие вне в территории. Это мероприятие у нас уже тоже стало традиционным. Мы каждый год выбираем разные темы, мы каждый год берем новую тематику. У нас была и вне в территории танца, и вне в территории успеха, и вне в территории дружбы, и вне в территории красоты. И если, предположим, где-то мы формируем команды по городам, из которых приехали ребята, где-то мы формируем команды просто по представительству профессий, то в этом году нас ожидает вне в территории достижений. И мы будем формировать команды по подразделениям, потому что в год 75-летия нашего родного внефа очень хочется рассказать о том, что за эти 75 лет мы смогли достигнуть, что мы смогли сделать. И именно немного гордости, именно того ощущения того, что должны испытывать молодежь, когда она работает на этом предприятии. Когда мероприятие состоится? Мероприятие состоится 25 сентября, но подготовка к нему уже началась активно. Сегодня выложило положение, вышли афиши, и мы очень ждем команды, чтобы они заявлялись. Команда по 10 человек, и мы готовы начинать уже работать, готовы писать сценарии, готовы выпускать ребят на репетиции. Что еще такого интересного будет до конца года? Уф, много. Мы сегодня как раз только это обсуждали. 11 сентября у нас День семьи, мы поменяли, у нас обычно это мероприятие весеннее, но в связи опять-таки с пандемией, к сожалению, мы переносим его на осень. Хотя, может быть, не к сожалению, мы хотим попробовать и осенний формат проведения мероприятия. Все-таки это опять-таки Гайдар, это выездное мероприятие, и это красивый лес, это возможность взаимодействия. Чем нравится мне это мероприятие День семьи? Оно направлено не только на коллектив РФЦ ВНЕФ, но и на тех, кто с нами рядом. Наши дети, наши жены, наши семьи, это то, что нас скрепляет. И мне кажется, что вот это «давайте дружить домами, не давайте дружить семьями», оно очень важно, что когда люди начинают общаться в таком тесном контакте, легче работать. Потому что вот сколько раз я уже замечала, что просто поднять трубку и позвонить знакомому человеку, с которым ты недавно отдыхал, намного проще, чем искать какого-то человека. И вопросы производственные решаются намного-намного проще. Плюс к этому, когда коллектив дружный, а именно на этих мероприятиях коллектив сдруживается, как вот становится единым целым, все производственные вопросы решаются намного-намного проще. Поэтому такие мероприятия, это даже не отдохнуть и не повеселиться. Это очень важно для того, чтобы потом, когда вернуться, хорошо поработать. Мы уже несколько раз затронули тему пандемии. Как вот вся эта история с пандемией сказалась на работе молодежной комиссии? На самом деле мы, как и все, ее не ожидали. И на самом деле, когда пандемия пришла, наши мероприятия основные были отложены в сторону, потому что было не до них. Основной деятельностью это было волонтерство, естественно, помощь другим организациям, помощь как нашим ветеранам. Вот тут, наверное, в основную работу включилась даже не наша молодежка, а молодежки подразделений. Помощь с развозом, подвозом, все что угодно. Помощь, наши ребята участвовали в отвозе медиков, которые вот тоже возили по ночам медсостав для того, чтобы хоть немножко как-то облегчить их жизнь. Мы тогда, помнится, делали подарок медикам тоже, потому что понимали, что им настолько тяжело психологически, эмоционально. И наши девочки, тогда медики, уезжали в Дивеево. Мы собирали большую корзинку с фруктами просто для того, чтобы немножко поднять им настроение, сделать небольшой праздник. И мне кажется, ролик мы тогда им тоже снимали вот такой же. В этот момент потерялись все, и мобилизовавшись, вот мгновенно мобилизовавшись, мы начали делать именно добро вот в этом направлении. Да, как я уже сказала, наши основные мероприятия отошли немножко в сторону, но работа продолжалась каждый день. Плюс к этому, как непосредственно работник профсоюза, было очень много вопросов по деятельности вообще, как работать, как эта дистанционка, как не дистанционка. И профсоюз не заканчивал свою работу ни на один день. Профсоюз работал каждый. Вот в пандемию он работу не останавливал ни на секунду. Потому что мы прекрасно сами понимаем, что внеф это не самая простая организация, которая не может встать, закрыть, на ключе уйти. И поэтому, чтобы правильно организовать работу в этот период времени, пришлось, конечно же, очень сильно потрудиться. Вы сказали, вот грядут перевыборы, пора подводить итоги пятилетки. Вот как вы считаете, чего молодежная комиссия за пять лет достигла? На самом деле, молодежная комиссия – это такая очень-очень хорошая структура, которая плавно перетекающая из одного. Мы только делим, да, говорим, там первый состав, второй состав, третий состав, вот он грядет, четвертый состав. Но на самом деле, это вся такая история, которая не заканчивается. Мы не бросаем своих и всегда передаем как-то вот из поколения в поколение свои знания, свои умения. И поэтому сказать, что вот этого достигли конкретно мы – очень сложно. Но я считаю, что то, что состав пять лет не менялся, то, что состав пять лет работал вместе – это показатель, хороший показатель. Плюс к этому введены новые мероприятия, появились внефти, территории достижений. Появился поплавок, появилось много другого интересного. И мы стали, мне кажется, немного более открытые для города, для остального. То есть вот мне кажется, все-таки есть такой момент, что именно наша вот эта пятилетка, которая сейчас заканчивается, она вывела нас на какой-то другой уровень в том плане, что мы стали немножечко старше. То есть вот именно молодежка. Я помню первый состав, мы общаемся между собой очень тесно, мы все дружимся, все председатели между собой дружатся. И я хочу сказать, что вот я помню, как Нуна Олеговна Левина, которая была первым представителем молодежной комиссии, рассказывает про то, как вообще непонятно, что делать, непонятно, куда бежать, непонятно, где чего брать, но надо сделать. И они вот в этом порыве, с горящими глазами, придумывают, накапливают. Они накапливали для нас опыт, они накапливали для нас идеи. Если бы не они, конечно же, все было совершенно по-другому. Поэтому потом Катя, которая тоже говорит про то, что пробирались, искали, пытались завлечь молодежь, пытались ее втянуть в работу. Сейчас мы уже не втягиваем, сейчас мы уже понимаем, что молодежь к нам идет активно, понимая, что в принципе здесь интересно и весело. И вот эти этапы, я не знаю, что будет в четвертом составе. Очень хочется посмотреть, очень надеемся вот это все увидеть, потому что будущее – это то, чего хочется знать больше. А подводя итоги, хочу сказать, что я довольна той работой, которая была проведена за эти пять лет. Я горжусь той работой, которую сделали ребята за эти пять лет, потому что молодежка – это все мы, это общая коллективная работа, никак по-другому. Друг без друга мы бы не справились. И вот эта вот общая командная целостность, которая сейчас есть, она прекрасна. То, что было сделано, мы провели отраслевой лидер, мы провели региональные мероприятия. И они все прошли на таком хорошем уровне, что пусть нам говорят, что вот Саров задирает нос, часто Саров там носит короны. Но мы их не просто так носим, мы не просто так задираем. Честно сказать, мы достойны того, чтобы это делать. И мне не стыдно приезжать на отраслевые мероприятия. Мне всегда с гордостью слушают про то, что Саров лучший. И всегда киваю в ответ, потому что так оно и есть. Что за отраслевые мероприятия? У нас часто бывают мероприятия, которые проводятся на уровне отрасли. Мы активно взаимодействуем с молодежными комиссиями, с молодежью других предприятий нашей отрасли. На самом деле почти в каждой молодежной комиссии профсоюзные есть. И этот опыт опять-таки идет с 2001 года. У кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже. Но, по-моему, у нас одна из первых комиссий организована в 2003 году как раз. Но вот отраслевые мероприятия проводятся раз в год. Это либо лидер отраслевой, либо это семинар совещания отраслевое. Изначально были только отраслевые семинары совещания, но через несколько лет вели лидера. Также я являюсь членом отраслевой комиссии по работе с молодежью. И поэтому это собрание отраслевой комиссии, которые у нас тоже бывают 2-3 раза в год, на которых принимается вектор направления движения всей молодежи отрасли. Построение структуры работы молодежи в отрасли, вот именно профсоюзные построения, оно очень удобное и очень правильное, очень грамотно сделанное и уже отработанное. То есть оно настолько удобно в взаимодействии, что собрать молодежь всей отрасли под эгидой профсоюза не стоит никакого труда. Нам для этого нужно пару недель, и мы можем поставить, выстроить и все что угодно. И тут, конечно же, встает вопрос о том, что этим надо пользоваться. А отраслевые мероприятия, это мероприятия, на которые выезжают со всей отрасли, встречаются ребята. Вот последнее было у нас весной, это был «Вектор», «Вектор-2021», который проходил в Озерске на МЭКе. Там решались вопросы по программе по работе с молодежью. От нас ездили модераторы, три человека, и участники тоже трое у нас было. У меня еще вопрос. Насколько я понимаю, к профсоюзу НЕФ, если можно так сказать, относится и КБ-50? Не только КБ-50, это вы имеете в виду организации, которые работают с нами по соглашению. По соглашению с нами работают несколько организаций. Это и медиахолдинг наш, это и обеспечение, это и КБ-50, и Атомоохранный, там еще несколько у нас есть. На самом деле это очень правильно, потому что город един, и я всегда не устаю повторять, что нельзя делить вот это самое страшное, что да, вы город, вы не город. В профсоюзе все проще, пожалуйста. Профсоюзная организация у нас формируется от пяти человек, тут все просто. А дальше просто подходятся и разговариваются про то, чтобы начать взаимодействие. И вот вопрос. У них же тоже есть молодежные комиссии. Как они с вашей связаны? Совершенно спокойно, так же, как и все остальные. Мы не берем с вами сейчас рабочие моменты. Мы же говорим про профсоюз. Профсоюз – это одна семья дружная, спокойная. Мы все друг друга знаем, все друг друга понимаем. Их молодежные комиссии на уровне всех остальных других молодежных комиссий также участвуют, принимают участие во всех наших мероприятиях. Также они имеют право на то, чтобы быть с нами. Но просто они не пользуются льготами работников РФИАЦ внеев, а льготами работников профсоюзов они пользуются абсолютно всеми. В каком направлении должна, по-вашему, развиваться молодежная комиссия? Вот, опять же, вектор направления. Это мое видение. Оно может отличаться от видения той молодежной комиссии, которая придет. Но мне почему-то кажется, что сейчас для молодежи важнее даже не развлекаться, не мероприятия, а именно решать серьезные вопросы. Та молодежь, которую я вижу, которая приходит сейчас, все больше направлена на какие-то такие серьезные вещи, на построение даже, возможно, своих каких-то личных достижений за счет взаимодействия с молодежной комиссией. И я вижу, что ребят интересуют вопросы более глобальные и серьезные. Возможно, здесь сыграло роль то, что сейчас наша отрасль тоже занялась вопросом молодежи. И мы видим съезды, конференции, которые проходят, которые пытаются внедрить молодежь именно в решение вопросов производственного вектора движения куда-то туда. Но я бы хотела пожелать, наверное, молодежке, чтобы они больше обращали внимание именно на документы, больше искали возможности реализации своих каких-то идей не в плане мероприятий, а в плане именно жизни своей. Ведь проектная деятельность никто не отменял. Никто не отменял возможность выхода на город со своими решениями вопросов. Никто не отменяет возможности именно взаимодействия с профсоюзом. То есть не с точки зрения «мы маленькие, мы не маленькие», стать старше. Стать еще на 5 лет старше. Давайте еще раз проговорим, что скоро будут перевыборы, возможно, вступить в ряды молодежной комиссии. Как это сделать? Если есть желание стать членом молодежной комиссии, все очень просто. Найдите либо меня, либо Евгения Осетрова. Телефоны везде, мне кажется, есть на всех афишах, на всех объявлениях. В любой момент просто позвоните и скажите, что вы этого хотите. Надо разговаривать, надо понимать, что хотите, потому что на самом деле быть членом молодежной комиссии – это непросто. Это прямо действительно непросто. Но если вера в себя сильна, желание крепко, давайте разговаривать, потому что, конечно же, инициативные люди нам очень нужны. И на них строится вся работа. С нами была Светлана Тижикова, председатель комиссии по работе с молодежью правкома РФЯЦ ВНЕВ.